Из обычного фермера в Конунга, лидера, хорошего стратега и легенду, вот о чем повествуют первые сезоны сериала «Викинги». Рагнар Лотбрук, полюбившимся многим герой, использовал неосознанные, но четкие и конкретные шаги, которые привели его к высокому статусу лидера норманов. Какие это шаги? Сейчас разберемся. Внимательно смотрите видео целиком, я зашил в нем пасхалку. А если хотите ощутить себя на месте грозных бородатых викингов и пройти свой путь от фермера до легенды, присоединяйтесь к миллионам людей, которые уже погрузились в захватывающий мир мобильной игры «Викинги». Почему стоит в нее играть? Не буду много говорить про крутую графику и огромное сообщество игроков по всему миру. Для меня самое важное то, что помимо развлечения, эта игра помогает прокачать мышление. Тут, как и в сериале «Викинги», чтобы достичь цели, важно не только побеждать в битвах, но и думать и выстраивать грамотную стратегию. Развивать ресурсную базу, расширять армию, заключать выгодные союзы, предугадывать действия противников и быть на шаг впереди. Сейчас «Викинги» отмечают свое пятилетие, и в честь дня рождения разработчики разыгрывают очень крутые призы для новых игроков. Главные призы iPhone 11 Pro и MacBook Pro. Условия достаточно простые. Чтобы получить iPhone 11 Pro, надо всего-то дойти до 10 уровня дворца до конца октября. А вот MacBook Pro получит тот, кто дойдет до максимального уровня дворца до конца октября среди остальных участников. Вот лишь малая часть счастливых обладателей призов. А за пять лет существования «Викингов» таких счастливчиков уже сотни. Стань одним из них уже в этом месяце. Внимание, розыгрыш состоится 3 ноября. Поздравляю «Викингов» с днем рождения, а вам напоминаю, что каждый переход по моим ссылкам помогает развивать проект и делать для вас еще больше интересных видео. Качайте «Викингов» именно по моим ссылкам в описании и станьте героями захватывающих событий в мире «Викингов». Победителю, скачавшему игру по моей ссылке, я лично запишу видео поздравления. Так что дерзайте и удачи. Предупреждаю, в этом выпуске будут спойлеры к первым двум сезонам «Викингов». Поэтому, если вы только собираетесь смотреть сериал и для вас это критично, то лучше вернитесь к просмотру выпуска позже. Несмотря на то, что сериалы и фильмы чаще основаны на выдуманных и наигранных сюжетах, в них все же входят элементы реализма. Хороший сценарист понимает, чтобы история понравилась зрителю, нужно добавить в нее не только сказки и интригу, но и жизненное общение между людьми, передаваемые эмоции. Тогда мы верим в происходящее, потому что видим логику и искренность повествования. Но вернемся к поведению Рагнара. Как его поведение бросает вызов лидерам? Одна из самых значимых сцен, которая запустила необратимый процесс, происходит в первой серии на встрече с Ярлом, лидером деревни. Именно здесь Рагнар заставляет Ярла отнестись к нему как конкуренту. Но перед тем, как я это проанализирую, обратите внимание, что именно позволяет Рагнару убеждать и вести за собой людей. Это мы можем увидеть чуть позже, во время секретной встречи, на которую Рагнар собирает викингов, чтобы организовать поход на запад. Поведение Рагнара не выделяется чем-то необычным, что захватывает дух у публики. В своей риторике он ссылается на их потребности, и он попадает в их боль. Викингам в том время важно было прославиться и зарабатывать деньги. Многие просто бездельничали. В данном случае он как раз выбирает бездельников и четко попадает в их интересы. Вы тут прежде всего, потому что у вас нет лучшего занятия. Вы все бездельничаете и тратите впустую свои жизни. Он невыдающийся оратор, но все-таки у него получается создавать эмоциональную связь через потребности. Причем он говорит не только о первичных потребностях. Он также затрагивает мечты, желания совершать подвиги и тому подобное. Он дает возможность слушателям визуализировать идеальную картинку, чувствовать себя теми, кем они хотели бы стать. Викинги в те времена были очень верующими. Они верили в знаки, в судьбу, в то, что можно впечатлить богов своей храбростью. Поэтому предложение Рагнара манило их не только возможностью озолотиться, но испытать настоящее приключение и бросить вызов богам. То есть нельзя сказать, что Рагнар блистал непревзойденными лидерскими качествами. Нет. В данный момент им просто движет идея и любопытство. И он заражает этим окружающих. Теперь же вернемся к нашей знаковой встрече. Здесь происходит первый этап конфликта. Столкновение человека с лидерскими качествами и столпы с реально существующим лидером. То есть столкновение двух вожаков, один из которых прямо не говорит о своих намерениях стать лидером, но другой чувствует это проявление. На основе этого в будущем будет возникать дискомфорт и чувство соперничества. Как это проявляется? Но мы также хотим знать, куда мы отправимся этим летом. Мы снова отправимся на восток, в восточные земли и на Русь. Обратите внимание на пространство. Рагнар находится среди толпы. По сравнению с ним, действующий лидер Ярл на пьедестале, на уровень выше, что отделяет их социальные роли. Но когда Рагнар предлагает поехать путешествовать, он встает и выходит в центр. Тем самым привлекает внимание всех присутствующих, в том числе и Ярла. Каждый год мы отправляемся в эти земли. Но есть и другой путь. Он перенимает на себя все внимание и подсознательно ставит себя на один уровень с лидером. Из-за этого и происходит последующее столкновение интересов. Даже несмотря на то, что он смягчает свою формулировку, как бы выражая покорность. Если вы так решите. Выходя из толпы, Рагнар отделяет себя от того социального слоя, от той социальной роли, в которой находился тогда, когда стоял в толпе. Тем не менее, его невербальное поведение, неважно бессознательное или сознательное, вызывает чувство равенства позиции, что в данном случае Ярл явно не приветствует. На фоне заявления со стороны Рагнара, Ярл почувствовал соперничество. Поэтому из-за возникающей неуверенности, ему тоже потребовалось встать со своего места. Чтобы быть еще на уровень выше, а не на равных. О да, да. Решу, да. Дальше он пытается снизить позицию, скажем так, выскочки из толпы. Но я не буду рисковать своими кораблями и своей репутацией ради глупых фантазий. Ярл хочет показать несостоятельность собеседника и подчеркнуть свою статусность. Корабли мои, я плачу за них, и они отправятся туда, куда я прикажу. Но такое поведение читается как явный сигнал неуверенности лидера в напряженной ситуации. Я король. Любой, кто должен говорить, я король, не настоящий король. Тем самым Ярл только показывает, что воспринимает Рагнара всерьез. Дальше Рагнара вызывают, и начинается психологическое давление на него, угрозы. Мне наплевать, во что ты веришь. Ты оскорбил меня при всех, и не в первый раз. Ты земледелец. Довольствуйся тем, что имеешь. Это доказывает, что его лидерские качества вызвали неуверенность у основного лидера. Это также бессознательно влияет на окружение. Люди прекрасно чувствуют, что основного вожака это задевает. Он проявляет излишние эмоции, а значит, ему есть чего опасаться. Как мы выяснили ранее, Рагнаром движет идеи и любопытство. Он не зациклен на политике, на своем статусе. Но он горит желанием организовать людей вокруг себя, направленных на реализацию общей потребности. Поэтому впоследствии у него получается выдвинуться в лидера. Он создает эмоциональную связь с людьми, потому что его и их потребности совпадают. В то время как нынешний правитель больше сконцентрирован на политике, на своих внутренних правилах. Он реагирует и не на идею, которую предлагает Рагнар, а на то, что кто-то посягает на его статус. Люди не видят в нем страть к принятым устоям и верованиям, какую видят у Рагнара. Именно это разнит и разъединяет его с другими людьми. Именно поэтому его тоталитарный режим проигрывает на фоне последующих действий Рагнара. В момент, когда Ярл воспринимает Рагнара как соперника, сам Рагнар тоже настраивается на противостояние. И не дает основному лидеру переиграть и уничтожить себя. Вы думаете, что я вас не переиграю? Рагнар выводит Ярла на эмоции, а тот из-за своей неуверенности и эмоциональной слабости сам загоняет себя в ловушку. И создает цепочку событий, которые затем поставит Рагнара на пьедестал. Вторая сцена, показавшая преимущество Рагнара над Ярлом, момент, когда они возвращаются первый раз из похода. Рагнар пришел с победой, он достиг тех нереальных целей, которые ставил изначально. Ярл же на своем месте подобных побед не приносил. Народ чувствует, что не получает нужных ресурсов, вожак не выполняет общую потребность, и вдруг кто-то приходит и дает больше, чем он. Неудивительно, что как руководитель Ярл испытывает унижение. Я должен тебе платить за то, что ты отнял эти вещи у детей. Негативные чувства захватывают его, он начинает ощущать конкуренцию еще больше, и, безусловно, окружающим это тоже передается. Рагнар в данной сцене вновь и уступает из центра, демонстрирует свои трофеи, говорит о будущих планах. В эти моменты его эмоциональная связь с окружением приобретает новый размах. Он не просто выставляет себя как лидера, но уже закрепил статус человека, который приносит результат и подтверждает свои слова действиями. При этом Ярл сам восхваляет подвиги Рагнара еще сильнее. Как ты нашел это богатое место? Ведь раньше это никому не удавалось. Тем самым Ярл еще больше закрепляет в обществе мнение о том, что Рагнар выше простого смертного, и его можно сравнить с каким-то божеством. А Рагнар, между тем, находит новый подход к Ярлу. Тебе нечего терять. Все найденные сокровища будут твоими. Я сам могу отправиться тут. Но зачем рисковать? Почему бы не отправить того, у кого уже есть опыт, и кого не жалко? Тем самым продолжает становление себя как лидера. Первый раз люди могли просто за ним идти, скажем так, от безысходности, но когда он систематически начинает вести за собой, это приобретает новый смысл. Его эмоциональная связь с группой укрепляется. Он проявляет активную позицию, им движет жажда приключений и завоеваний. И этим он близок с другими викингами. Обратите внимание на сцену Озрата из второго похода. Ярл узнает, что его помощника убили, и тут конкуренция приобретает новый размах. Но я не вижу моего друга, Кнута. Где он? Где он? Он погиб в бою. Я убил его. Он пытался изнасиловать мою жену. Что ты хотел выиграть, избавившись от него? Я не искал никакой выгоды. Он нашел повод, скажем так, убрать соперника и забрать его слуг себе. В момент, когда Рагнара задерживают и его команда реагирует, мы видим, что Рагнар закрепил свое положение. За него готовы пожертвовать жизнью, чтобы отстоять его как лидера. Вскоре Рагнара освобождает из-под стражи, так как Ярлу не удалось потасовать факты и компрометировать его. Это был последний шанс Ярлу убрать конкурента. И он его упустил. Ярл понимает это и начинает физическую расправу с людьми соперника. Это действие стало роковым. Агрессия против Рагнара и его группы только усилила симпатию людей к ним. В дальнейшем, когда Рагнар предлагает Ярлу сразиться и побеждает, уже никто не против того, что он стал новым правителем. Ярл сам позволил этому случиться. Так Рагнар из обычного земледельца стал руководителем деревни. Одна из сильных сторон Рагнара – это его любопытство ко всему окружающему, которое позволяет проявлять лидерские качества и достигать целей. Дает ему дополнительные психологические ресурсы и наблюдательность. Например, он стремится изучить язык, что позволяет понимать тех, с кем они общаются на землях. Любопытство и наблюдательность помогают ему подметить, что в воскресный день звенит колокол, что в итоге дает стратегическое преимущество в нападении. Также он подмечает разные особенности строений, сооружений. В общем, это любопытство дает ему как руководителю и как лидеру кучу возможностей. И главное, помогает быть на шаг впереди, а не просто находиться в пассивной позиции. Рагнар прекрасно понимает ценности информации. Показателен момент, когда он отказывается от награбленных драгоценностей. А вместо них берет себе раба, монаха, которого они захватили при набеге на Англию. Жрельца? Все смеются над ним, но Рагнар-то понимает, что этот раб – источник еще больших богатств. Он говорит на их языке и знает много инсайдерской информации об Англии и о других странах, которую можно использовать в следующих набегах, чтобы получить еще больше ресурсов. Рагнар мыслит не только сегодняшним днем, но и строит планы на будущее, поэтому он выбрал информацию. Это также показывает, что его основная мотивация не деньги, а страсть, любопытство и стремление к цели. Так, Рагнар из простого фермера стал лидером деревни. Но это было еще только началом его пути, впоследствии он сталкивается с еще более могущественным человеком и переигрывает его. Конунг Хорик, лидер Норвегии, поначалу вызывал уважение у Рагнара. Рагнар был только рад стать его послом и решить сложные вопросы. В присутствии богов я хочу поклясться тебе в верности и стать твоим вассалом. Ты можешь отправиться в Готланд, как мой посол. Если ты уладишь это, я буду в вечном долгу. Но впоследствии он почувствовал потребительское отношение к себе. Я согласен с Рагнаром. Я хочу объединиться с ним и отправиться на запад. Что скажешь, Ярлборг? Я пойду с вами в поход. Я не хочу, чтобы Ярлборг шел с нами в поход. Ты должен сказать ему о нашем решении. Думаю, мы должны обратиться к Ярлборгу. Поэтому мы вновь должны просить его присоединиться к нам. Шаткость и неуверенность этого правителя, его нестабильное поведение и склонность перебываться на ходу постепенно привели к тому, что Рагнар разочаровался в нем. Он понял, что сотрудничество с таким переменчивым человеком не даст плодов, а его высокий статус – помеха для целей Рагнара. Конечно, Рагнар мог попытаться захватить власть у Хорика силой, как это было принято тогда. Но он оказался хитрее и спланировал все так, чтобы Хорик сам загнал себя в ловушку, подавшись эмоциям. Сцена на перу – очень яркий момент, показывающий гениальную партию, сыгранную Рагнаром. Люди Рагнара потихоньку втираются в доверие к Хорику. Они блестяще разыгрывают, что предают Рагнара и поддерживают Хорика, что повышает его уверенность и соблазн открыто пойти против Рагнара. Сам Рагнар просто стоит в стороне и ждет развязки. Он не участник этого процесса, не фигуры на шахматной доске, а игрок, который загнал соперника Цуксванг. В итоге план Рагнара срабатывает. Хорик подается на манипуляции и, веря во всеобщую поддержку, нападает на Рагнара. Но тут его ждет разочарование и поражение. Так Рагнар выходит на новую ступень власти, при этом практически не проявляя открытой вражды и соперничество. Он действует более искусно, более скрытно, он заставляет соперника поверить в то, что нужно ему, выводит на эмоции и импульсивные действия. Как в ситуации с Ярлом, так и здесь, с Хориком, Рагнар не идет на явный конфликт. Он провел холодный расчет и спланировал блестящую игру, которая позволила победить не силой, а хитростью. В обоих случаях Рагнар не в одиночку добился своих целей, а заручился поддержкой окружающих, которых склонил на свою сторону. Его отличие от других правителей в том, что он всегда относился к людям как к равным, понимал их потребности и говорил с ними на одном языке. Поэтому их лояльность была высока, и они готовы были рискнуть многим, чтобы его поддержать. Рагнаром движет идеи и страсть, а не только жажда славы и богатства. Он наблюдателен, внимателен, непредсказуем, терпелив, не ведется на эмоции и смотрит на несколько шагов вперед. На своем пути Рагнар уже прошел через ключевые ошибки лидера, такие как излишнее доверие. И теперь он понимает, как это все работает, и может дальше играть по своим правилам. При этом он сохранил энтузиазм и стремление делать великие дела. Но те, кто смотрели внимательно сериал, знают, чем все закончилось. А те, кто были наблюдательны, знают, почему. Знают, чем все заканчивалось после того, как Рагнар делал эмоциональные поступки. Поступки, в которых не было холодности и анализа. Если вы будете смотреть сериал в первый раз или решите пересматривать вновь, то рекомендую обращать внимание на то, к чему приводит руководство эмоциями, а не головой. Ведь все то, что мы видим в кино, неизменно сопровождает нас в жизни. На сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Я хочу кое-что сказать. Я стал Ярлом не потому, что стремился к этому. Я ждал им из-за поступков других людей. И я не стремился стать Конунгом. Но опять же, у меня не было выбора. Из-за поступков других людей. А что делает Конунг в Йорне? Он правит. Да, верно. Он правит. Продолжение следует. Продолжение следует...